Приветствую вас, если просто, то вы своего мужчину обесценивали, если просто, то вы ставили себя выше, чем он, вы позиционировали себя выше, чем он, вы сейчас позиционируете себя выше, чем он. Несмотря на то, что вы пишете, что у вас не было материнской любви, именно тот факт, что вы ставили себя выше, чем он, говоря о том, что он не лидер, что он не достиг каких-то высот, именно подобной позиции вы ставите себя выше него, выше другого, выше мужчину, именно вот подобной позиции вы ставите себя выше. И мужчина, получается, постоянно чувствовал от вас, вот этот вот негатив какой-то, вот он постоянно чувствовал от вас, то, что вы его принижаете, и, вероятно, он не чувствовал себя мужчиной, то есть вы его вдохновляли, это безусловно, вы его вдохновляли, да. Но вдохновлять человека, это одно, а дать ему почувствовать свою силу, это совсем другое. Вот я думаю, что именно вы не давали почувствовать ему свою силу тем, что считали его и продолжаете считать его не лидером. А для другой женщины, для другой женщины, человек является самым лучшим, для другой женщины человек является самым классным, самым крутым. И она, возможно, дает ему понять, она дает ему ощутить себя именно на коне, именно мужчиной. Именно не свободным, да, не свободным, и не тем, для кого все делают, кому пытаются угодить, а именно мужчиной, именно тем, кто на что-то способен. А вы этого дать ему, скорее всего, не могли, именно в силу того, что он себя ставите выше, чем он. То есть говорите, что вот, я его постоянно вдохновлял, и так далее. Понимаете? Вопрос заключается, на самом деле, немножко даже в другом. Для чего вам такой мужчина? Зачем вам такой мужчина? Мужчина, который, в общем-то, которого вы не считаете успешным даже, вот именно вы сами. Для чего вам такой мужчина, если вы не говорите, что он не достиг многого? То есть ваша основная ошибка – это подсознательное принижение человека. Вот. Постоянное, постоянное, подсознательное принижение человека. Вот. В этом исключается ваша ошибка. И до тех пор, пока вы будете считать его ниже себя, до тех пор, пока вы будете позиционировать себя, выше, чем он, пока вы не признаете его равным в себе, именно с ним отношения у вас, скорее всего, не будут возможны. Понимаете, есть люди, которым, условно говоря, нравится, когда их принижают. То есть, ну, нравится, они чувствуют себя в этом состоянии, в состоянии хорошо, они чувствуют себя в этом состоянии спокойно, им приятно. При том, что они могут достаточно многих вещей добиться. Есть люди, которые напротив добиться многих вещей не смогли объективно, но не хотят, чтобы их принижали. Грубо говоря, вы не почувствовали, что нужно вашему мужчине. Вы не почувствовали, что ему нужно. Вот вы спрашиваете у нас, какая нужна ему семья, да? Вот вы спрашиваете, какую еще семью ему надо, чтобы было еще лучше. Вот мы не знаем ответа на этот вопрос, потому что это ваш мужчина. Но мы можем сказать, ну, бывший муж, да? Но мы можем сказать, что в этом исключается проблема, что вы не чувствуете его, вы не чувствуете его потребности. А вы не чувствуете его потребности, вы, скорее всего, именно по той причине, что вы не чувствуете себя. То есть, как бы, вот, своих потребностей вы не чувствуете. Вот. То есть, я, конечно, не знаю, но, может быть, это одна из причин, опять же. То есть, вы находитесь в невладах со своими чувствами, да? Вы, может быть, слишком много уделяете внимания другим людям, слишком сильно. Может быть, вы зависите от, ну, от человека, да? Слишком сильно вы пытаетесь, как бы, раствориться в отношениях. А тем самым теряете себя и превращаетесь в кого-то вроде мамочки и так далее. Вот. Понимаете? Ээээ... Вот это то, что вы делали не так в глобальном смысле. Я уверен, что если проанализировать ваше общение, то тут просто необходимо проанализировать ваш диалог, да? Давайте, давайте я максимально по факту вам сейчас постараюсь его изложить в суд. Вы говорите, что это не было материнским, значит, эээ... Так. Ага. Так, сейчас найду, где вы это писали. Вот. Ага. Я ранее писал, относился к нему как к ребенку, но, видимо, привела не очень ранее сравнение. Мне хотелось сделать для человека побольше. Зачем? Побольше хорошего? Для чего? Это есть гиперобега, который лишает моральной свободы. А от него я, конечно, тоже получал, внимание, в меньших количествах. И я ему об этом не говорил, не пенял, не показывал, что жду большего. Но вы уже сравниваете, то есть вы говорите, от чего получало в меньших количествах. Раз идет сравнение, значит, подсознательно вы уже это могли ему демонстрировать. А дальше вы писали. Его надо было постоянно вдохновлять, придавать уверенности и чувства собственной значимости. Вот кому надо, Ольга? Почему вы говорите, что надо было вдохновлять, придавать уверенности, чувства собственной значимости? И кому надо? Он вас спросил об этом? Я не думаю. Вот в этом и заключается родительская позиция. Понимаете, родительская позиция не означает в буквальном смысле, что вы родитель. Нет. Родительская позиция означает, что вы ставите себя выше, выше. Когда вы говорите, что его надо было вдохновлять, придавать уверенности и так далее, это и есть позиция завышения себя и принижения другого. Вот. Это вот то, что хочет сказать мой коллега, Кудричев Игорь Леонидович. Надеюсь, вам теперь это будет понятно. Так вот. Смотрите. Есть так называемый транзактный анализ. Да? Один из психотерапевтических практик, условно говоря. Вот. Соответственно, можно через транзактный анализ, то есть используя транзактный анализ, можно посмотреть, как вы, к примеру, выстраивали свой диалог с вашим бывшим. То есть вот просто вы приведете диалог какой-нибудь, либо несколько диалогов приведете вы. Вот. А мы их с точки зрения транзактного анализа рассмотрим. Вот. И продемонстрируем вам, что конкретно вы делаете не так. делали не так. И через то, как вы выстраиваете взаимоотношения, через то, как вы выстраиваете диалог, как вы выстраиваете общение, и вы увидите как раз таки, что именно не так, что не так, как не так и так далее. Вот. Понимаете? Вы пишите, что вы общались с профессиональными психологами, но как вы при этом до сих пор не понимаете, в чем ваша ошибка, в чем деструктивно к вашему поведению. Значит, вы не общались с психологами. Значит, общались, но совсем не на ту тему, на которую нужно было общаться. Я вас, опять же, не обвиняю, я просто говорю о том, что, как бы, если, ну, если общение не принесло понимание того, что у вас была проблема, да, то есть, если общение не принесло понимание своих ошибок, если общение этого не принесло понимание, то значит, вы двигались в неверном направлении с психологом, либо обсуждались совсем не те темы, которые нужно было обсуждать. Понимаете? Дальше, смотрите, вы пишете, вот вы пишете, какую еще семью ему надо, чтобы было еще лучше. Какая разница? Вот. Такое впечатление, что вы еще находитесь во взаимодействии с мужем и как бы пытаетесь перед ним оправдаться. Далее. Что мне надо исправить в себе? Понимаете? Ольга. Вот. Я думаю, что само слово «исправить», да, оно не совсем корректно, потому что, ммм. Если мы что-то исправляем, значит, мы признаем, что вас изначально что-то было не прав. Да. О. Но я не считаю, не считаю, что у вас изначально было что-то неправильно. Я не считаю, что вы что-то неправильно делали. Просто я больше склоняюсь к тому, что вы мужчину выбрали себе неподходящего. Вот. Какая штука? Какая штука? То есть, вы выбрали мужчину поверхностно удобного, поверхностно подходящего вам, но не глубинно. Глубинно мужчина вам не подходит, потому что он ушел от вас к, ну, к любовнице. Вот. Это означает, что глубинно человек вам не подходит. Вот. И вот мне кажется, что в этом, собственно, заключается основная беда, что вы просто выбрали человека, который вам не совсем подходит. Вы выбрали себе человека, который изначально на глубинном уровне не является тем мужчиной, который вам нужен. То есть, вам нужен человек, которому нравится, что его ставят ниже. Который согласен в глубине души с этой позиции, с этой позиции, которого эта позиция не отягощает. Вашего мужа она отягощает. И именно это является его ключевым моментом. Я не призываю и не считаю, что вам нужно исправляться. Я считаю, что вам нужно сделать выводы. И вот вы говорите, что вы ему никогда не выражали то, что вы ждете от него больше. А почему? Выражая вы, требуя, либо делая меньше, наши отношения развивались бы гораздо лучше. Они были бы более доверительны, они были бы более искренны. Может быть, когда вы что-то замалчиваете, не говорите, теряется доверие. Так что, возможно, еще в понимании доверия, возможно, еще в том, насколько доверяете себе вы, и заключается еще одна проблема. Не ошибка, а проблема. И необходимо понимать, что само понятие ошибка в отношениях всегда используется исключительно в контексте партнера. То есть, применительно к отношениям, можно сказать, что ошибка есть деструктивный паттер поведения, деструктивный алгоритм поведения, который отдаляет вас, он конкретного человека. Но является ли данный алгоритм поведения ошибкой в глобальном смысле, когда мы не рассматриваем какого-либо партнера, а говорим только о вас? Большой вопрос. И потому, вот так вот сразу характеризовать ваши действия как ошибка я бы не знал. Вероятно, вы хотите вернуть мужчину. Вероятно. Я в этом не уверен, но вероятно. Если вы хотите его вернуть, то обязательно нужно спросить себя, для чего? Зачем вы его хотите вернуть? Для себя или для него? Уверены ли вы, что слоном будет счастлив? Уверены ли вы, что вы с ним будете счастливы? Что вы к нему чувствуете, например? Ну, что вы к нему испытываете, например? Это тоже очень важные все моменты. Потому что если вы испытываете к нему любовь, это одно, а если вы испытываете к нему что-то другое, это совсем другой разговор. Вот. Понимаете? И вот вам, именно для этой работы, для лучшего вхождения в контакт с своими чувствами, нужен психолог на регулярной основе, с которой вы будете работать. Знаете? Вот. Вот, в принципе, так. Я не хочу как-то на вас давить, но это уже не первый вопрос, который вы задаете. Вот. И ваша проблема еще в том, что вы распыляетесь. То есть вы не выбираете какого-то карьерного специалиста и не прорабатываете с ним все, что вас беспокоит. Им не распыляетесь. А это тоже не даст никогда полноценного результата. Вот. Ну так. Ну мне в этом смысле напоминает этот человек, который не желает признать, что партнером все закончилось. У меня такое ощущение, что вы пытаетесь устраиваться еще для него, для мужчин. Это тоже в корне неверная позиция, потому что он, может быть, ушел и, может быть, ушел он, как бы, ну, с конца ушел. В том смысле, что он уже не вернется к вам больше. Вот. Готовы ли вы признать данный фактор? Готовы ли вы признать данный? Сбросить себя, блять. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!